Всем привет! Сегодня с вами Павел Крупин и это канал Лавашмен. Мы сегодня раскроем очень интересную тему, кто же такой идеальный франчайзи. И мы собрали с командой целых 8 пунктов, которые я сегодня постараюсь вам раскрыть. И почему я еще решил записать это видео? Так как я предприниматель, основатель сети в Стритфуд Кафе в Лаваше. И у нас больше 60 работающих точек. И за последние 2-3 года мы открылись практически с 40 разными партнерами в разных весовых категориях. По экономическому характеру, по региональному характеру и, конечно же, по эмоциональному характеру этих людей. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если вам понравилось это видео. Поехали! Ну и первый, самый важный пункт, конечно же, должны быть собственные средства. У идеального франчайзи должны быть свои деньги. И уж точно должны быть они не последние, потому что, когда ты играешь на последние деньги, ты очень сильно нервничаешь, ты точно не хочешь их тратить. Или ты тратишь и постоянно об этом переживаешь, гоняешь и делаешь кучу ошибок. Поэтому первое, если вы сделали свои накопления, вы должны понимать, что у вас есть еще запас средств на дальнейшую жизнь. А как же насчет тех денег, которые лежат там? О, нет, нет. Это наличная мелочь. Эти деньги, которые вы сейчас вложите, это деньги рисковые. Они вложены в бизнес. Они, конечно же, должны вернуться в идеальной картине мира. Но может произойти любая модель, и в том числе пессимистическая. Поэтому обязательно, чтобы у вас был запас денег на дальнейшую жизнь. Второй вариант, что у вас могут быть инвестиционные деньги. И инвестор, который вкладывает в вас деньги, тоже прекрасно должен понимать, что они могут быть с риском. Это рискованные инвестиции. Они, конечно, менее рискованные, потому что это франшиза. Это уже пройденный этап по регламентам, пройденный этап по модели бизнеса. Есть определенный бизнес-план, есть окупаемость, есть команда, которая поддерживает. Но в любом случае бизнес – это риск. Поэтому обязательно тот человек, который заходит к нам покупать франшизу, мы смотрим его бюджеты, смотрим возможности дальнейшей жизни после того, как он вложит деньги в наш проект. И понимаем, что если эти деньги последние, если человек полностью играет на кредитные средства, продает свою единственную квартиру, то мы с таким партнером не подписываемся. Понимаем, что дальше будут большие проблемы. Мы сейчас играем в игру бомжа. Если вдруг по какой-то причине бизнес не сразу стартанет, то просто даже не будет денег на развитие. И просто будут только нервы, проблемы, и у человека опустятся руки. И дальше работать будет невозможно. Возможно, я ошибаюсь, и есть кейсы, где ребята выходили в хороший плюс, и с этого бизнеса стреляли, делали хорошие деньги. Поэтому пишите в комментариях историю, когда вы, возможно, открывали бизнес-кредит. Если вам нужна помощь на старте бизнеса, если хотите открыть свой общепит, то ниже под видео будет описание, как это сделать. И, возможно, вместе с нами вы сможете открыть свой первый успешный бизнес. В общем, девушки, они же любят успешных мужчин. Следующий пункт – это уважение к нашей команде и прислушивание к нам. На самом деле, это очень важная история, потому что если франчайзи начинают играть в свою игру, на самом деле, это неплохо. Каждый человек может импровизировать, у каждого человека есть свое мнение. И, конечно же, есть свой путь. Возможно, даже он может быть успешным. Но когда ты выбираешь направление вместе с франшизой, ты должен понимать, что уже давным-давно модель проработана, продукт проработан. Написаны регламенты именно те, которые работают именно в этой нише. Когда ты куда-то приходишь, кому-то, на работу или еще куда-то, и тебя просят не нажимать на кнопки «Не нажимай». Когда ты начинаешь создавать что-то свое, уже на созданном поле, на созданном продукте, то в итоге ничего хорошего не выйдет. А я говорю, выйдет. А я говорю, не выйдет, и все из-за тебя. А я уверен, что выйдет. А ты говоришь, не выйдет, вот увидишь. Поэтому очень важно прислушиваться к мнению наставника. И мы, франчайзеры, как раз играем роль наставника в этом бизнесе. Поэтому нужно очень внимательно слушать, выполнять все предписания и рекомендации, консультации, сопровождения франчайзера. И, конечно же, играть по нашим правилам. Тогда успех 100% будет. И даже если по какой-то причине что-то будет не получаться, то со стороны франчайзера будет намного больше помощи, движения в вашу сторону. Потому что с вами будет намного проще работать. Когда вы сопротивляетесь, когда вы начинаете идти другим путем, не получается хорошего партнерства. Во франшизе хорошее партнерство в случае только, если вы полностью исполняете регламенты бренда. Это очень важно. Уяснили! Сэкт-а-сэкт! Я вот хочу привести очень крутой пример, кто смотрел фильм «Основатель» про Макдональдс, про Рэй Крока, где ребята покупали франшизу Макдональдса, открывались. И он приезжал через какое-то время, потому что он открывал в совершенно других регионах. И вместо бургеров там продавали какие-то хот-доги, крылышки, барбекю, алкоголь, пиво. Полностью уничтожали формат продуктов, формат ценности к бренду. И это уже не работало. Уже не было единой сети, единой бренда. Это очень хорошо показывано в этом фильме. Поэтому обязательно посмотрите, если вас интересует формат стритфуда, формат развития федеральной сети, как развивался Макдональдс, посмотрите фильм «Основатель». Поэтому еще раз повторяюсь, важно понять рамки бренда, понять продукт и играть по его правилам. Тогда вы будете успешны. Эй! Гляди, это что такое, а? Что это? Как будто гамбургер, но не такой, как Макдональдс. Что это за кетчуп? Три кусочка огурца, а не два. А это что, а? Салат. Здесь сразу рождается следующий пункт. Это доверие к нам и к нашему продукту. Вы знаете, когда ко мне приходит франчайзи будущий, и мы обсуждаем, скажем так, такое собеседование на спичсессе на два часа. Первый мой вопрос. Пробовали ли наш продукт? Какая шаверма больше вам всего нравится? Почему? Какие не пробовали? С чем вы сравниваете? И по ответу человека, по его взгляду, по пожару, говорится, в его глазах. Страшно, потому что свет погас, и вдруг эти глаза светящиеся. Понятно, насколько ему нравится продукт. Влюблен он в этот продукт фанатично, или он пришел, чтобы просто заработать денег. Он видит модель, видит модность бренда. Ему, в принципе, вообще не нравится шаверма, но он понимает, что на этом можно заработать, потому что сейчас тренд. С такими игроками мы не ведем партнерство, потому что если человек не влюблен в продукт, если он не доверяет ему, не понимает ценности его, то дальше он не сможет донести своему персоналу, своим игрокам, которые на его уже поле играют, на его точке, что продукт реально крутой. Столько моментов, как можно не забивать, хватит, тормозите, уже сердце болит, забейте, говорю, поэтому очень важно доверять бренду, понимать продукт, быть фанатичистым в него, влюбленным, так же, как влюблена наша команда, так же, как влюблен в него я, и тогда у франчайзи намного больше шансов получить хороший, реально, фидбэк по финансам и хороший рост. Любовь! Также очень важно, чтобы человек, который покупает франшизу, открывает вообще свой, чаще всего, первый бизнес в общепите, должен понимать, что он может прогореть. Более того, он может даже заходить с такой мыслью, прогореть это нормально, и когда мы общаемся, я спрашиваю франчайзи, что будет, если все-таки у вас не пойдет бизнес, и вы потеряете свои деньги. Рот этого газино! Тут тоже очень важна реакция человека, и важно понимание. Потому что, если человек играет, опять же, даже если это не последние деньги, даже если он понимает, что у него там есть возможность открыть еще, там другие бизнесы, направления, но если он делает ставку, что бизнес, все, вот он стопроцентный, здесь нельзя проиграть, то тоже будет очень сложно, потому что любое отхождение от плана, какой-то убыток на входе или, возможно, какие-то проблемы могут сломать морально этого человека, потому что он нацелен только на крутой результат на входе, общепит, и сезонность этого бизнеса, возможно, будет носить свои коррективы. Поэтому важно понимать, что можно прогореть, нужно с этой мыслью свыкнуться, потому что это общепит. И дальше уже давить на то, чтобы это не случилось, играть с локацией, совместно топить, чтобы точка была успешной. Сейчас, наверное, будет самый любимый пункт. Идеальный франчайзер для меня тот, кто умеет брать ответственность и не ищет никогда виноватых, берет ответственность за свои действия на себя. При любой ситуации сначала ищет проблему в себе, разбирается, что было не так, и потом уже в сопровождении вместе с брендом, с нами, с управляющей компанией, и ее решает. Когда мы только начинали подбирать партнеров, мы, конечно, не отбирали, не смотрели на ответственность, как он подходит к каким-то вопросам, проблемам. И очень часто была такая ситуация, что любая проблема, которая происходит, это проблема управляющей компании, нас как бренда, франчайзер отходит и говорит, решайте, ребята, это я тут в принципе купил у вас бизнес и давайте вы будете делать это сами. Он просто может тварину подставить. И что делаете-то? Я сказала, вези меня, бразь! Я не поеду. Поэтому сейчас для меня очень важно, чтобы партнер максимально нес ответственность за свои действия, нес ответственность за свой бизнес, потому что это, в первую очередь, его бизнес. и мы как партнеры в этом смысле мы будем помогать. Это скорая помощь? Нет, мой генерал, это такси. И помогаем. Но мы все-таки растим предпринимателей. Я вообще считаю, что франчайзинг это помощь стать предпринимателем в какое-то направлении, ниши. Сначала маленьким предпринимателем, потом средним, потом, возможно, большим сетевиком, федеральным сетевиком. Это все можно сделать по франшизе. И моя цель, моя миссия в том, чтобы ребята, которые приходят, которые не понимают ничего не в предпринимательстве, не в нише общепита, во-первых, в этом разобрались, получили колоссальный опыт. И желательно, чтобы они получили не больной опыт с потерей огромных денег, а чтобы они смогли еще на этом что-то заработать и дальше реализовать это либо уже в других бизнесах, либо открыть еще точки в лаваше и стать уже достаточно крупным игроком в нише общепита. Других поставщиков не было, только компания Баба Гамб. У нас стало несколько лодок, 12 дженни, большой склад и даже кепки с надписью Баба Гамб. Нужно уметь брать ответственность в свои руки и не быть жертвой, потому что очень много людей на планете постоянно всех обвиняют, ищут виноватых, играют из себя жертву, что у него не получается, все плохо, потому что кто-то, где-то, страна, политика, работодатель, не знаю, бог или какие-то факторы повлияли и у него это не получается. Тронуло меня, тронуло меня. А я не трогаю. А тронуло меня. Но на самом деле у него это не получается, потому что он чего-то не делает правильно. Поэтому нужно взять по-мужски все в свои руки и признать свои ошибки и стать лучше. И это работает в любом бизнесе, в любом направлении, в любой сфере жизни. Как и в семье, как и в воспитании детей, так и в бизнесе и в деньгах. Поэтому берите ответственность в свои руки и топите до последнего, признавайте свои ошибки и становитесь лучше. Следующий пункт очень коррелируется с моими ценностями. Я вообще считаю, если вы смогли оцифровать свои ценности, свою миссию, то, как вы реагируете и что вы выбрасываете в мир эмоционально, мысленно, то вам то же самое возвращается. Как в людях, так и в семье, так и в бизнесе, в любых сферах. То, какие ценности закладываю я, в этот мир, через свой бренд, через свой продукт, то и такие же франчайзи ко мне приходят чаще всего. И это очень круто. Поэтому для меня идеальный франчайзи такой же активный, как я, с такой же активной жизненной позицией, с таким же пожаром в глазах, который не умеет сдаваться, который не опускает руки, который не может сломить коронавирус, мобилизация, СВО. Все это для него еще один фактор возможного опыта, который можно оцифровать и сделать свой бренд сильнее себя, сильнее и лучше, пережить и потом с улыбкой вспоминать о том, что это было. И никто меня не остановит. Очень важно, чтобы франчайзи быстро реагировал на внешние обстоятельства, был гибким, принимал это с улыбкой. Вместо того, чтобы закрываться, кричать, что все пропало, выстраивал эту проблему под себя и сделал так, чтобы эта проблема сделала его сильнее. Так живу и работаю я и стараюсь, чтобы мои партнеры в таком же формате воспринимали этот мир и сферу своего бизнеса. А я так просто железный человек. Еще одно важное качество идеального франчайзи. Очень важно, чтобы он задавал вопрос, интересовался, постоянно обучался, искал те слабые места, которые он еще не смог изучить, искал наставника, находил тех франчайзи, которые сделали лучше него и не критиковал себя, что вот у него не получилось, а старался это оцифровать и успешные действия перекладывал на свой бизнес. Постоянно искал решения разных вопросов и не закрывался от проблем, не сидел в закрытом домике, говорят, я в домике, ничего делать не буду дальше, а постоянно модернизировал и становился лучше. Вот тогда этот человек, этот бизнесмен, предприниматель 100% будет успешен и неважно, в какой сфере это будет происходить, шаг за шагом он будет идти к своему успеху. Эти качества важны не только для франчайзи, но и, конечно же, для ваших сотрудников. А как вы считаете, какие качества важны для франчайзи или для сотрудника идеального? Может быть, какие-то кейсы я не назвал. Пишите в комментариях, обсудим. Возможно, что-то я добавлю в портрет моего идеального франчайзи. Также, если вам было полезно, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и пишите ваши комментарии. Зачем ты это сказал? Как успеть или все успеть? Как все успеть? Как все? Вот видишь? Добрый вечер. Я не люблю. А где ты делаешь? В ящике. Это единственная ложка. Сто мной там вилки и ножи. Он щипит, да? Не очень, да. Я не могу. Я языком просто. Спасибо.